Жена почувствовала, проснулась запах чуть-чуть горелого чего-то. Прошелся вдоль всех площадок и принюхивался к каждой квартире и понял, что все-таки вот именно все это исходит из второго этажа. Постучал, что-то открыл, смотрю, это наш сосед. И сигареты в руках вот так вот прям. И на меня дымом еще как-то выдувает. Сразу же позвонил по 112. И вот предложили на выбор либо пожарную, либо участковую. Я самих очагов пожара не видел, как бы, да? Ну я такой, ну давайте участковую. Еще полтора часа не спал и ждал участковую. Пол третьего я лег спать. Мне говорили, что он приходил потом, но типа звонил мне, но номер был не тот, то есть они не тот номер записали. То есть, в принципе, это можно было, наверное, как-то пресечь. Вы позвонили в МЧС. Оставайтесь на линии. Карла Рибнехта, 84. Рибнехта, 84. Корпус 1. Корпус 1. Пожалуйста, быстрее. Сейчас заезжаем, уже техника выезжает. За перекрестом первый заезд. В 4 часа ночи где-то плюс-минус там 5 минут просыпается жена, видит огни пламени в окне, вот прям вот доставали до нашей спальни. Естественно, паника начинается. Первая ошибка, мы открыли окно. Вот этого, наверное, не надо было делать, потому что сразу угарный газ начал залетать. Открыли подъездную дверь, там еще больше. У этого угарного газа залетело, а после этого, конечно же, начали звонить 112. Как нам эвакуироваться? А где вы находитесь? 84, 84. Какой вы квартире находитесь? На 3 этаже. На 3 этаже над горящей квартирой? Да, да, да. Вам тяжело дышать? Да, да, да. Смотрите, намочите тряпку, намочите полотенце и где-нибудь пониже вот ложитесь. Понятно. Если вы не можете выйти, идите там, где меньше дыма. Сейчас к вам зайдут. После моего звонка через минуту-две пришли спасатели, сразу эвакуировали сына, а после этого и нас через минуту где-то, за что им, конечно, огромное спасибо, потому что сами мы бы вряд ли вышли, потому что там все было на ощупь, то есть мы за них держались, мы ничего не видели, что происходило. Мы бы точно сами не выбрались оттуда. Большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова